здравствуйте здравствуйте кто вы такой откуда вы я из Каменогорска из Каменогорска то что восточно-казахстанской области у меня к вам такой вопрос я старообрядец чкет сначала обливательно в этом на стрелке у нас потом я перешел в старообрячество мне три там погружением крестили сказали что крещение неправильное обливательное теперь я там разочаровался в старообрячестве я хотел там библию им ввести там библию никто не знает знать не хотят и ничего как все раскостенело до такой степени что невозможно уже ну они только уперлись двоеперсти и никакой недуховной жизни ничего там нет такого что никакого развития я теперь хочу перейти в патриаршую церковь вот вопрос какое крещение истинное будет но в это покрытие не уже не получили это истинное крещение есть вам уже ничего не надо вот а вот меня два имени владислав которые мне дали при обливателем крещение и кирилл который мне покрестили в старообряческой церкви какое имя мне теперь оставить а которое при крещении при которой не а батюшка погружал три раза в купе которая вам при крещении давали вот это имя ваше будет записано в святцах и вас поминать будет когда удачи это именно под этим именем не под гражданским вот метод главного да да и вот вопрос а патриарша патриарша церковь и церковь является церковью и да настоящая там говорили настоящая благодатная церковь настоящая немало не сомневайся в этом только ты трудись хорошо над собой хорошо что ты на библию ссылаешься достать книгу правил она продается в храмах вселенские соборы поместная старообрядческая церковь у них были старообрядцы какие у них там священник был нет я был белокреницкий белокреницкий мы но это законная церковь на море архи у них законная иерархия она признается московским патриархатом если вы туда нас переходите ваше крещение действительно полное настоящее а а сам действительно чтец я епископ оставлял что оставляет сам из чиста у него остается действительно конечно а как же все что вы там получили это действительно но по духу вы ревностно и вам там никак нельзя и насчет таланты загубите это ваш выбор только эту ревность сохраните до конца а раз там вам отдадали крещение вы потом когда уже здесь укрепитесь все-таки какую-то связь поддерживайте чтобы них там пробудить евангелие подарить как-то побеседовать они такие есть я их знаю там у вас будут новые патриархии друзья и вы пойдите человека 2 побеседуйте вы там много хорошего найдете тем более вам прибодали крещение вы это всегда помните да вот у нас только на мирном правильно крест за долл из четырех церквей города только крестит но в одной погружательной а в остальные только глоб поливают надо заботиться чтобы везде было надо работать над этим у нас тоже не везде покрестит полное погружение вам сколько она там сколько лет мне 19 19 этот бороду не трогай 19 полный понятно в бороду никогда не трогал на границу ты хорошо вишка за и окна у тебя нормальный вид то хороший никогда в наших местах не знаю все с поясом а вы знаете что у нас нет никогда на ухо и мы строим православную деревню это знаете про нас да 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 как вы про нас узнали позвонили то а я книги ваши читал в эти вот эти и фильмы видео во свете библии вашу передачи смотри все так вы книги считали в электронной версии нет ни книги я передачу смотрю книг у меня нет я как ваших книг нет я читал только увидел ваши передачи по ютубу ролики смотрят ролики я вот сейчас как кончим говорить я внизу сброшу здесь наши ресурсы у нас есть сайт большой и там 38 моих книг не 38 а 43 книги которые издал и вы там найдете многое-много вот там будет открытым оком вы скачайте третий том себе запишите третий том запишите донбак открытым оком называется третий том что-то застряла тут вам не слышно наверно ничего что-то она остановилась связь неполадки в интернет вот видишь как ну подождать надо значит снова выйдет тут у него заметно даже видишь вот вот это что вот владислав наверно он говорит ему дали ты крестился кирилл что ли да у старообрядцев вот и все равно имя только которое при крещении остальные это это гражданские для церкви главное то что крещение ими дано и поминать будет а бывают имена дают они совершенно никак не относятся даже связь ну выдуманные алло вы меня пушите я слышу вас а за счет осознавали не ладно да да то 5 5 5 и что я хотел вашу книгу бумажный виде пистерему правоствами но там можно будет как выжим у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я книгу ни в коем случае не против потому что мы говорим о хорошем говорим о хорошем это людям очень полезно но я вам скину тут цены все ноги на книге я вам скину туда я вас буду называть кирилл кирилл да я сейчас поговорим я вам скину данные наши и о книгах и вы тогда решите что и напишите даже здесь выйдете это казахстан я так понял да да казахстан а у вас там лениногорск далеко от вас чисто часа четыре ехать я в лениногорске был на практике был когда техникум заканчивал строительные туда направляли в тайгу работать горах мимо усть каменогорск там нет ну тогда это одна страна была тут я не знаю почему в казахстану то отошел из каменогорск но не в этом дело мой где мои кошки то только покажи не это кирилл отказать это никита сейчас вам покажу какая у меня кожи ну-ка давай сюда поднимай аккуратно тут разе но дариках какое сокровище но дай-ка сюда у меня голуби голубят не и они у меня по переменке там дежурит от мышей сохраняют я вижу вашу кошечка там лежит да они но вот я им пока я благодарю я только благодаря к вам пришел какову патриаршу церковь только как вы погибли и погибли я у нас только кто считают то с какими пальцами креститься и вся проповедь у нас идет на критике кого-то другого вот начинает проповедь вот батюшка начали вот мы сохранить и они сохранили вот мы такие хорошие они плохие что они там священник креститься не умеет какие мы хорошие то в глазах своих хорошая перед богом там и какие и нищие убогие слепые и глухие но бог отверзает очень у нас есть библия мы на библии все основам святая библия это основа основ она называется слово божие священописание а остальное что идет это ее растолковывает им сказал что мы глухие пока мы не читаем библию на глухие потому что мы с богом не разговариваем он вами через библию говорит а мысль через молитву а именно если мы молимся то библию мы то не слушаем что он нам мы не сможем его волю понять это нужно ежедневно считать молитва я могу даже опытом поделиться вот это вот это называется щетки вот это 100 они продаются где-то и вот сюда дай лонов утром вечером когда помолишься три святое постарайся молитва слов достать там молитвы хоть не все поймешь ну кое-что поймешь вот и когда 3 том там откроете открытым оком который скачаете с нашего сайта на сайте я вам пока показать покажу вы там откройте в оглавлении называется пособие по изучению евангелия от марка если у вас есть товарищи кто-то или домашним вы прямо открывать и по ней считайте и которые места ссылки даются это брать надо блаженна фапилах то толкование святых отцов никаким сектантом нигде не обращайтесь потому что в них толкования нету они все в разброд идут а мы церковь от апостольских времен у нас все есть великое сокровище церкви христовой ну да это еще вот вопрос а можно дома молиться по старым книгам по которым я привык конечно спасительно это официально уже поняли что глупость сделали что отвергли их это в семьдесят первом году патриархия отменила старая клятвы которая старообрядство было и теперь горит равна спасительные те и другие книги но вы старайтесь только понимать что считать будете ну да я понимаю вот у нас баб я купил как обиды каноническом метод синодальный перевод на только синодальный никакие другие не признавай все испорчено везде синодальный самый лучший перевод вот я им сказал они ссылаются что майк туда говорит что в шрифтишка маленький мы читать не можем кто-то говорит что только славянской астрожская библия а ее у нас я не верю это потому что апостол павел горит лучше я скажу пять слов говорит церкви чем 10 тысяч непонятно 5 понятно но я с тобой буду сейчас разговаривать по японски за все аминь ким 5 но еще сказал надо говорить так чтобы душа прилепилась к словам понятно были слова святые потрудились русский перевод синодальный может быть самый лучший в мире перевод его 4 духовной академии переводили два переводчика уже канонизированная даже иди сюда вот такое дело но вот потом у нас один знаток библии говорит как написано в евангелии инок да молчит у нас вот на такие библии такие как то наоборот наоборот провозгласить из кровли господь говорит на горах везде говори громко писание говорит деяния апостолов 8 глава 4 стих об деянии 8 и двоеточие 4 стих и говорит рассеявшиеся ходили и благовествовали когда разгонять начали их там иудеи и гнать то а христиане не стали прятаться то они ходили по другим городам весям и другим рассказывали народ обращался никогда не молчи будь благовестником сколько знаешь только и говори еще не знаешь молчи считать надо святоотеческую литературу толкование блаженна пепелак ян златоуст вот в наших роликах вы увидите как у нас люди любят библию какие у нас на стенах надписи вот даже здесь мы сейчас только сейчас позвонил я как рассчитаю как люди тут из старины приходили к познанию истины у нас не очень до передачи все ваши стараюсь смотреть которые выходят и про евреев и про как по святым отцам очень хорошо знаете у нас такого нет у нас собрание вот вы на youtube-то заходите и вы видите что мы каждый день даем отсчет за прошедший день кто написал что вы это читали видели да да видел как мы деревню строим как там работали на в этом осенью пруды восстанавливали дороги у меня брат священник он деревне один день неделю там воскресенье а другой сюда приезжают участвует и вот соблюдать надо пост обязательно я знаю отец и кидала да 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 и даже в журнале после обязательно соблюдать нужно если домашние едят ты на это не гляди ты сам за себя знаю никому не надоедай будь спокойный тихий послушный родителям чтобы они тебя благословляли всегда да скоро пост начнется да вот сейчас эта неделя пройдет потом масленица следующей неделе уже масленица будет потом прощаемся проще на воскресенье всю неделю масло не разрешается даже растительное только суббота воскресенье но на нашем форуме форм там зарядить только слово пост в общий поиск и там сразу найдешь там все в какие дни можно что нельзя что он духовно обозначает как воздерживается надо языком лично не сказать это все сказано уже там ефрем сирин что говорит василий великий то есть великие учителя церкви их отвергать никак нельзя вот этим православие ценно так все вы скинете до книги как а вы сейчас посчитаю вам скину вы посмотрите что стоит если надо и тогда уже решите он спрашивает книги на я скину вам сейчас под скайпом на все данные будут все узнаете вы наши книги то хоть видели как они выглядят ведь как выглядит видел видели какие книги то у нас вот такой новый завет он в трех томах по семьсот пятьдесят две страницы впервые за 2000 лет вышел полное толкование с откровением по всем святым отцам это 240 иллюстраций в полный лист святных гюстава даре библейские сюжеты мы много трудились садать им пока издали это господь так благословил все рашки конечно маленький но прямо на прямо на футбол монастырь есть блокаде и вот у нас новый владыка он там порядок на вел хорошие раньше там было много таких кто не хотел работать туда шли он всех выгнал сказал то что мне деньги на хлебники ведь тут не нужны правильно сделал владыка молодец как его когда владыка как звать анфиохи анфиохи да вот как смотри бандаренко да вот там были парни где-то по 25 а вот такие вот однако работаешь где-то или учишься путь учусь медколледже медицинском понятно а когда закончишь кем будешь я я хочу семинарную поступать духовную так подожди не торопись с этим не надо торопиться раньше тридцати лет рукополагаться нельзя это не забудешь значит надо поработать то еще закончили по специальности города а там видно не не спеши с этим спешить не надо златоуз говорит шесть слов о священстве это страшная обязанность там 6 лет учить 6 лет учиться только она к этому и выйдет все что может быть так но и старайся учиться как следует хорошо мы иностранный язык какой-то учишь чтобы знать это все в жизни пригодится не позволяй себе расслабляться как говорит расслабился с товарищами худыми не водись никогда домой родителям помог что спортом маленько занимайся что ты такой тренированный был подтягивайся разы ну не на спортивной площадке дома ну да думаю шахматами занимаюсь шахматы как шахматы не разрешается играть и разрешается так что забудь про них я любил шахматы играть но когда узнал нельзя все больше в руки не взял а у какого это кто не это говорят а по другие игры то игры все игры запрещены такие вот которые есть шахматы это индийская игра до счетом это слишком серьезно для игры и слишком несерьезно для жизни охота поиграть если совсем уже прям не как вот на охота поиграть но это можно пробежать все где-то подтягиваться там какие-то на турнике поднимать и не надрывайся ну так чтобы парень должен быть сильный а жажда и нельзя играть никак то я просто много разных мнений слушал противоположных поэтому я не знал кому обратиться или то как бы я вам отвечаю как есть это правило которое даже и пяти минут накладывают там называется шашки тут разницы никакой нету кости или что-то там это все одна игра одна она не должна быть эта игра какая игра когда пришли мы в виду печаль и смерти тут каждая минута дорогая но если так охота возьми там если участок есть помогая сажать в огороде по дому что-то учись там что-то делать шить там но в домашних условиях многое можно делать я вышиваю вышиваю я губах ну вот это хорошее дело ты помнишь что самая главная специальность это сельское хозяйство на земле работает потому что мы все питаемся адам в раю уже охранял и второе необходимое это одежда потому что надо наготу прикрыть вот что-то шить текстильная промышленность а третье это строительство дома от непогоды спрятаться а все остальное это уже дальше вот три специальности которые ну необходимые для жизни прямо ну мы с кем живем вот это володя у меня посмотри снимает мир вам нам тоже выражаем никита вот у меня здесь мир тебе добрый раз за голове насти христос а так у нас собрание идут занятия как у нас идут как благовествует евангелие раздают видел это да да видел видел вот там много по пледис там вы все не посмотрели там намного больше там больше четырех тысяч роликов наших многое много про лагерь про детский про нашу поездку по всей стране и за границей в это не видели наверно мы проедем мы живем в барнауле мы проехали с благовестием я в каждой библиотеке дарил книги свои владивосток находка тихий океан и прошли через турцию прошли всю европу до лиссабона к автонтическому океану вернулись прошли скандинавию прибалтику а теперь на север в этом году провод пятнадцатом уже без меня поехали они с нами собака была три человека и собака собака немецкая по овчарка и она официально чемпион россии по защитной службе твоя водки не считая собаки да мы купили газели в газели проехали дарили дарили книги библиотеки книги непростые они возрождающие действия имеют потому что написаны с натуры тогда к нам не к нему не можете приехать с каменогор нет а вот если вы надумаете приехать мы познакомимся это будет лучше летом у нас детский лагерь открыт то среди наших то побыли бы хорошо бы с кем-то приехали кого знаете вот свой распорядок мы рано встаем от мы все встаем сюда 4 40 утра чтобы помолиться посчитать слово божие все дела сделать в лагере у нас тоже строгий порядок лагерю детском уже 44 года 44 у нас ни одного повреждения нету не не отравленных не не погибших мы все молимся лагерь православный свое время он был один в советском союзе один но часто при храмах там как-то делают они вот так это в барнауле да на руле барнаул а там ушел в этом есть деревне под барнаулом под барнаулом нет барнаула 150 километров наша деревня 150 туда идет поезд на поезде а там 4 километра и но это все по делу по делу не на день день и но мы редко кому разрешаем так приехать обычно приезжают на лето люди получить полное крещение которое мочевая были там сбрызнуты это не крещение обман у нас все до одного с полным троекратным погружением крестятся в озере один у меня в купель и трекратным погружением ну купель раз не было ли хоть купель вначале считается проточная вода нету в стоящей воде в озере нету значит тогда в купели тут порядок такой на тоже дедахи а то не никому но смысл понятен но барнаула там в бубровке у нас деревне крестят погружением летят там нет купели вот такое дело еще вопросы есть какие от каким меня чином будут присоединять так через миропомазание и через третьим чином через покаяние где покаяние патриархии патриархии нету никакого чина в этом помазано были все до ничего не надо делать на это не едини как ты уже помазан все законно официально просто пришел потому что увидел что там духовной жизни нету тебя себе побеспокоился вам никаким чином не надо принимать да тут никто этого и не знает это старобрядцы принимает разными щенами там выдумывают помазание одно это благодать духа святого все все спасибо кристос слава христу сейчас я сразу вам скину и вы дайте мне понять что вы получили ответить я получил ну и сразу сделайте заказ что вам надо все с богом выключайте мы крестимся двуперстно если желаете двуперстно крестимся это разрешено слава боже а другого от володя крестится трои перстно володя а мы из детства без поповца старобрядцем и так приучили это равноспасительно это уже так вот так все но это князь владимир так крестил сергия радонежки так крестились теперь это за это никто гнать не будет патриархия признала это все справедливым да 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 правильно сказали мы все с богом юноша интересный видишь какой